Около 200 человек заразились бутулизмом в Москве, Московской, Нижегородской областях и Казани. Число заразившихся в регионе достигло 17 человек, среди них один ребёнок. Причиной инфекции, по предварительным данным, стал салат Лобио, который продавался сервисом кухни на районе. Как сообщает Роспотребнадзор, источником вспышки инфекции стала фасоль. Предприятие-изготовитель расположено в антисанитарных условиях, а процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге привело к массированному накоплению бутылотоксина в готовой продукции. Работа всех выявленных объектов приостановлена. Из-за оборота изъято более 170 тонн фасоли, которая не успела попасть на потребительский рынок. По делу задержаны трое руководителей компаний. Пищевой бутулизм – относительно редкая болезнь. Особенность размножения этой бактерии заключается в том, что она размножается только в бескислородных условиях. Как мы говорим, это безанайробный. То есть она не приносит кислород, не анаэропана. Все бактерии в основном размножаются в присутствии кислорода. Это выбрал себе путь безанайробный. То есть нет кислорода, и она размножается. Если продукт термически недостаточно обработан и хранится в условиях с низким содержанием кислорода, то бактерии развиваются и выделяют опасный для человека токсин, который в 50% случаев может привести к летальному исходу. Инкубационный период заболевания – от 2-6 часов до 5-8 суток. Симптомы ботулизма начинаются с тошноты, рвоты, боли в животе, боли при глотании, сухости во рту. Особенность этого нейротоксина – он блокирует передачу импульсов от головного и спинного мозга до мышечных волокон. То есть нет, не проходит импульс и нарушается функция вот этих мышечных волокон. То есть мышечная система, которая, например, ответственна за глотание, у человека затуманено глотание. Значит, ответственность за движение глаз, получается, у человека начинается опускация веки, косоглазие. Также у больных ботулизмом может быть затуманенное зрение, проблемы с желудочно-кишечным трактом, поражение дыхательной системы. Если человека своевременно не госпитализировать, всё может закончиться летальным исходом. По словам специалистов, сейчас самый опасный сезон, когда можно подхватить инфекцию. Этому способствуют и плохо обработанные продукты, и домашняя консервация. Первые признаки, когда тот продукт, который вы приготовили, это бомбаш. Если неправильно приготовлено при хранении, образуется бомбаш, когда крышка приподнимается. Значит, покупая продукты в магазине, сейчас тоже надо обращать внимание на бомбаш. Если крышка вот так гуляет, то не стоит брать продукт, потому что неизвестно, что это такое. Не стоит покупать консервацию на придорожных участках или с третьих рук. Чтобы не подхватить инфекцию, содержимое банки рекомендуется прокипятить в течение 30 минут. В Сарове случаев заражения ботулизмом не зафиксировано. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24.